Радио будущего Радио будущего, главное дерево сознания, откроет введение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись «Осторожно!» Ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания. Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то сжигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой, синий шар круглой молнии, висящей в воздухе точно пугливая птица, косо протянутой снасти. Из этой точки земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. В этом потоке молнииных птиц дух будет преобладать над силой. Добрый совет над угрозой. Дела художника пера и кисти, открытие художников мысли, мечников, Эйнштейн, вдруг переносящие человечество к новым берегам. Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам радио, чтобы в тот же день стать буквами над темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы. Радио читальни Эти книги улиц читальни радио своими великанскими размерами обрамляют сел и исполняют задачи всего человечества. Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня. Задача при общении к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей, эта задача решена радио с помощью молнии. На громадных теневых книгах деревень радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга одна и та же для всей страны стоит в каждой деревне вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах. Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость. Химик Ха, знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления мяса и хлеба из широко распространенных видов глины. Толпа волнуется и думает, что будет. Землетрясения, пожар, крушения в течение суток будут напечатаны на книгах радио. Вся страна будет покрыта станами радио. Радио аудитории Железный рот самогласа, пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово. Все село собралось слушать. Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц. Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это Железный чтец, это Железный рот самогласа. Сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана радио. Но что это? Откуда этот поток? Это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканьем, и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где нас нет. Нет. Вместе с детским пением и шумом крыл на каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики вместе со свистом хлынули сверху. Может быть, небесные звуки, духи низко пролетели над хаткой? Нет. Мусоржский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба. В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный. Он, художник, околдовал свою страну, дал ей пение моря и свист ветра. Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков. Радио и выставки Почему около громадных огненных полотен радио, что встали, как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам радио. Если раньше радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния, главный маяк радио послал свои лучи, и московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку. Радиоклубы Подойдем ближе Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе, вот потемнели читальни, и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами радио бросило лучи этой песни своим железным певцам. «Пой, железо!» И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам причастилась вся страна. Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы радио будут говорить и петь, повинуясь его волевым ударам. В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства, и железные глаза для другого. Великий чародей И вот научились передавать вкусовые ощущения. К простому, грубому, хотя и здоровому обеду радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений. Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира. Это даст радио еще большую власть над сознанием страны. Даже запахи будут в будущем покорны воле радио. Глубокой зимой недовой запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком от радио стране. Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарств. И далее. Известно, что некоторые звуки, такие как ля и си, подымают мышечную способность, иногда в 64 раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий, эти звуки будут рассылаться радио по всей стране, на много раз подымая ее силу. И, наконец, в руки радио переходит постановка народного образования. Верховный Совет Наук будет рассылать уроки и чтения для всех училищ страны, как высших, так и низших. Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в одной воле. Так радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество. Осень, 1921 год. Добрый день, дорогие друзья. С вами Гульнара Гарипова и первый выпуск нашей новой рубрики на нашем сайте рубрика «Лаборатория культуры». Сегодня такой немножко пилотный выпуск, поэтому простите, если будут какие-то технические неполадки, если будут какие-то из-за моего волнения обмолвки, оговорки, я заранее перед всеми извиняюсь, потому что мы такое делаем первый раз, но в этом и прелесть. И сейчас с удовольствием представляю всех наших гостей. Вот как у меня в окошечке расположены, поэтому так по очереди и буду представлять. Здесь никаких хирархий. Оксана Мороз. Здравствуй, Оксана. Привет, привет. Оксана – злобный культуролог, потому что блок у Оксаны называется «Блок злобного культуролога». На самом деле кандидат культурологических наук, преподаватель. Где ты преподаёшь? Если захочешь, расскажи сама сейчас. Я о твоих перемещениях ещё не очень знаю. Борис Павлович. Борис, привет. Привет. Борис – режиссёр. И для кировских наших зрителей, слушателей, наверное, не надо очень долго и много представлять, потому что тебя знают все, но достаточно сказать, что Борис долгое время был режиссёром театра «На Спаска» и даже вот в этой студии вёл в своё время программу и начинал. Авторская программа же была, да? Дай почитать. Дай почитать. Это же твоя была задумка, да, Борис? Тогда. Да. Борис кивает. И с удовольствием представляю Анну Лапшину, которая сегодня не в качестве моей соведущей, как обычно было у нас на радио, а в качестве эксперта, потому что Аня, как я узнала, 20 лет проработала радиожурналистом. Для меня это какая-то невообразимая цифра. В разных местах. Для меня тоже, когда я об этом задумываюсь. Всем привет. Я спросила, ты удивилась, да? Всем привет, да. Отлично. Вот. Вы сейчас, и мы послушали отрывок, такой небольшой радиотеатр, который прочитал Борис Павлович. Это эссе Хлебникова «Радио будущего». И с этого, в общем-то, отрывка я и хотела бы начать. Но сперва немножечко обозначу тему и суть нашего разговора. У меня есть план, но это не жёсткий план, не значит, что ему обязательно нужно следовать. Просто, ну, какие-то точки, рэперные расставить, что мне было бы интересно обсудить сегодня, о чём рассказать. Но если мы пойдём куда-то в другую сторону, и вы захотите, о чём мне будет рассказать куда более увлекательным, чем мои предложения, я буду только рада. То есть, мне ужасно интересно была тема радио, того, как оно зародилось. И вот те представления, которые были сто лет назад в этом тексте Хлебникова, то есть, можем немного поговорить об этих представлениях. То, как вот эти мировоззренческие конструкции устойчивые, то, как пишет об этом Хлебников, как они повторяются из раза в раз по отношению к радио, по отношению, когда появилось телевидение, потом появился интернет. То есть, вот эти вот все довольно устойчивые мировоззренческие конструкции, либо техноутопические, либо технопессимистические, то есть, либо ужас, 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 на нас идёт новая какая-то неведомая технология, что с нами будет, либо всё прекрасно, наше будущее изменится, и все будут счастливы благодаря появлению там радио, интернета и прочего. Вот, потом мне бы очень хотелось, Борис, поговорить с тобой, ну, не только как, наверное, аудиалу, меломану, потому что, мне кажется, всё-таки это немножечко такая твоя звуковая стихия, но как человеку, профессионально работающему со звуком, с живым звуком, с речью, и, если тебе будет интересно, мы немного поговорим тоже о радиотеатре, об их пересечении в развитии, то есть, вот с момента появления радио, и вот эти вещи, что радиотеатр, что радио само, оно, на мой взгляд, вообще было неразделимо, то есть, педагоги МХАТа приходили педагогами по речи на студию радио и учили разговаривать, в общем-то, тогда ещё не совсем владеющих, может быть, своим речевым, всеми речевыми, своими какими-то способностями ведущих, журналистов, и обратно, как на сцене театра появлялись буквально там на бытовом каком-то уровне, да, какие-то радиоприёмники в качестве декорации, либо в качестве какого-то дополнения, либо именно как такая ведущая, доминирующая роль звуковая, то есть, буквально радио присутствовало в каких-то спектаклях, вот, и... Именно радио или звук? Ну, и радио, и звучание, и пародия, может быть, на звук, вот, потом ещё несколько каких-то тем, просто чтобы сейчас очень много всего чего-то не забивать, я вот предлагаю... Каков был ваш первый вопрос? Предлагаю вернуться к Хлебникову. К Хлебникову. Давайте вернёмся к Хлебникову. Я когда... Я не так давно, наверное, обнаружила этот текст, примерно год назад, была совершенно, конечно, очарована, я читаю его и понимаю, что там... Чего там только нет, и какие-то мистические божества представляются сразу же, и вот это вот ощущение, что, да, новая технология переменит мир настолько, что всё будет великолепно, мы будем через радио там прекрасные вкусовые ощущения получать, мы будем, я не знаю, образование полностью, привет сейчас нынешнему онлайн-образованию, да, то есть какие-то вещи, которые там звучат, которые написаны. А с одной стороны, то, что он воображал ровно сто лет назад, ну, сто один год назад в этом тексте, а сейчас можно сравнить с интернетом, да, с появлением интернета, с тем, как он, в общем-то, работает. И все эти, скажем, оптимистичные его представления, они очень классно там сочетаются с каким-то ужасом. В то же время перед вот этой технологией, там, железный замок, духовный обморок всей страны, ну, то есть там такие фразы, что очень похоже на какую-то медузу, вот этот образ главного стана радио, где вот он пишет, там тучи проводов рассыпались точно, волосы, вот, то есть с одной стороны какой-то страх, с другой стороны какие-то надежды на лучшую жизнь, и вот там еще такой момент есть удивительный, связанный с едой, да, то есть там в нескольких местах он говорит, ну, явно, видимо, какие-то были в стране проблемы в то время с пропитанием, и то, что вот... Явно были. Вот, то, что радио насытит благодаря своим таким запахам, то есть вы будете есть какую-то очень простую еду, но при этом радио даст вам возможность почувствовать изысканный вкус вина и каких-то деликатесов, каких-то блюд. Вот, друзья, я не знаю, кому хочется, может быть, как-то отреагировать, Оксана, может быть, вот именно, может быть, ты захочешь первое сказать, или, Борис, может быть, тебе, прочитав этот текст. Да. Ну, вообще, мне кажется, что мое первое впечатление от этого текста, хотя есть ощущение, что я когда-то его просматривала, оно совершенно ужасающее, примерно как от всех текстов футуристов, потому что, ну, это текст отображения такого утопического проекта, который, с одной стороны, пытается технологиями прикрыть социальную и прочую нехватку, которые существуют в обществе, а, с другой стороны, возлагает на абсолютно технократический мир какие-то большие надежды, а в технократическом мире, как известно, человеку, ну, остается очень мало места. Поэтому, когда я все это читала, я не то чтобы не увидела никаких связей между, там, радио как и реальностью, и ожиданием, и интернетом как реальностью, и ожиданием совершенно других поколений, сколько я увидела вот эти опасные отголоски техноцентризма, которые сейчас приводят довольно часто к плачевным последствиям, причем не обязательно каким-то таким глобальным, сколько даже индивидуальным, когда оказывается, что люди действительно не очень умеют выстраивать самостоятельные отношения с медиумами, когда люди слишком сильно полагаются на устройство, на программное обеспечение, на возможности технологические, и в итоге обнаруживают себя в ситуации заложничества. Ну, это такое первое впечатление, если можно. Вот, а насчет того, можно ли обнаружить какие-то такие типологические сходства между ожиданиями от радио и ожиданиями от интернета, вообще современные медиаисследователи довольно много сравнивают то, что называется медиум, то есть источник и посредник передачи информации, и очень часто выстраивают классификации по определенным признакам, и радио фигурирует среди многих других медиумов в качестве одного из объектов, которые сравниваются, и в частности сравнение происходит, например, по принципам доступности какого-то медиума во времени и пространстве, то есть доступен ли он все время повсеместно, либо есть специальные технические требования очень специфические, можно ли, например, фиксировать какие-то уже случившиеся медиатексты, или нужно только в момент трансляции с ними знакомиться, то есть есть ли какая-то дистанция между потребителем и, собственно, производителем контента, и радио довольно часто в этих списках фигурирует как такой теплый ламповый медиум, который создает ощущение присутствия. И, честно говоря, я как большой фанат радио и вообще большой фанат аудиальных форматов считаю, что это абсолютная истина, и в этом смысле мне кажется, что радио в действительность, в отличие от того, что, думаю, в любимых хлебников, предполагает чуть большую защищенность аудитории, может быть, не от возможности манипуляции, особенно в первой, третьей, двадцатого века, когда радио это супермассовая штука, или там чуть позже, когда радио точка в каждой квартире, но вот сейчас на фоне великого многообразия разных других штук, которые могут нам доставлять информацию, действительно выглядит чуть более безопасным, чуть более интимным и выстраивающим какое-то доверие между теми, кто слушает и теми, кто разговаривает. И самое главное, активизирующим воображение, потому что одним из самых больших впечатлений, это последнее, что я скажу здесь, того периода, когда я превратилась из активного слушателя в человека, которого стали приглашать в студии, стал такой момент, когда я столкнулась с тем, что моё воображение человека, внешности человека, поведение человека, жестовая система человека по голосу совершенно не совпадает с реальностью. То есть голос создаёт абсолютно какое-то отдельное существо, и когда ты сталкиваешься с телесным воплощением человека, выясняется, что это вообще совершенно две разные вещи, и это дико любопытно, как с помощью голоса на самом деле можно создать такое выпуклое объёмное впечатление и так магически завлечь человека и так и чаровать человека, но не сманипулировать им, что будет ощущение какого-то даже чуть ли не сродства, и для этого совершенно неважно видеть человека, совершенно неважно получать весь максимум сенсорной информации, которую мы привыкли получать из других медиумов. Вот, наверное, так. Ну, то есть в сухом остатке я считаю, что радио, конечно же, это величайшее достижение медийных революций, и оно должно оставаться, и тот факт, что сейчас, например, даже тот же интернет становится аудиальным, доказывает, что без радио и без аудио вообще фактически невозможно, на мой взгляд, существовать, и видеоформаты, текстовые форматы не могут подменять абсолютно точно. Отлично, спасибо, дорогая. Я вот ещё вернусь к моменту ламповости и к комфорту прослушивания. Мне про это больше хотелось поговорить, но сейчас прямо вот сразу хочу Бориса спросить в пику того, что ты сказала, есть ли действительно вот это вот разделение, вот когда ты работаешь, представление, очень же многое в театре построено на том, в том числе там и в радиотеатре, на достраивании, скажем, когда есть только аудиальная информация, есть только звук, есть только голос. в том же радиотеатре говорили, ну, вот все корифеи о том, что это не недостаток, да, то есть отсутствие каких-то других каналов визуальных или каких-то других, а наоборот достоинства радио и радиоспектаклей в том, что всё работает на ассоциативном уровне, то есть то, чего ты не видишь, благодаря определенным интонациям, благодаря определенному звучанию, ты, как зритель, да, достраиваешь у себя в голове, и чем, я даже видела там такие исследования замечательные были, чем звук более простой, тем богаче количество ассоциаций, богаче каких-то представлений сразу же у испытуемых возникает, чем нежели звук какой-то более сложный, более конкретный, например, там была, были примеры запись медицинской операции в операционной, да, там гораздо меньше каких-то предположений по поводу того, что это могло бы быть у людей, возникало, и звук метронома, он наоборот ассоциировался и какое-то гораздо большее количество вероятных образов вызывал, вот, прости, тоже немножко сумбурно, Борис, на что хочешь, на что тебе интереснее было бы откликнуть, на то, что я сейчас спрашиваю, или вернуться к Хлебникову, или вообще про что-то другое, расскажи, пожалуйста. Я для начала хотел бы сделать такую ремарку о том, что когда я в 1997 году поступил в театральную академию на специальность театроведения, я в первом семинаре занимался под руководством Татьяны Анатольевны Марченко, которая была совершенно культовой персоной в области телерадиотеатра, и в обязательном порядке конспектировал ее труды, ну, и непосредственно с ней общался. И я хотел бы сказать два слова о том, что вот так вот сейчас мы через запятую говорим о театре и радиотеатре, в то время как, например, в той теории, с которой я тогда знакомился, они были как раз достаточно радикально разведены. Я бы хотел сказать два слова об этом, потому что принципиальная разница, которую говорит вот Татьяна Марченко в размышлениях о радиотеатре, это тот пространственно-временной континуум, в который существует повествование. Что если драматический театр, в который ты пришел, это место, в котором ты интегрируешься во время спектакля, то есть твое время останавливается личное, и ты начинаешь жить временем спектакля. И мы все знаем эту историю, тут время сжимается, тут время ускоряется, и что хронометраж спектакля и его субъективные ощущения, это все находится, скажем так, в руках творческой группы, которая этот спектакль собирает. И она требует подчинения. И зритель тогда включился в спектакль, когда он включился в темпоритм спектакля. радиопостановка живет прямо противоположным образом, потому что она включается в хронотоп слушателя, то есть радио играет внутри твоей жизни, то есть ты, там, готовишь ужин, делаешь уборку, едешь на работу, и синхронно этому происходит радио. И это не значит, что эффект подключения слабеет, как раз наоборот, мы помним эту замечательную историю с Войной миров Уэллса в постановке Господи, помогите мне. Тоже Уэллса, Уорсона Уэллса. Уорсона Уэллса, да. Когда именно за счет того, что это происходило внутри бытовой повседневности, то есть именно что эти сообщения о вторжении марсиан звучали именно в тот момент, когда люди разогревали свой сэндвич, именно поэтому эффект того, что это вторжение происходит на самом деле, он был достигнут. То есть, например, в театре или в кино добиться эффекта того, что что-то происходит на самом деле практически невозможно. То есть всегда есть вот это ощущение условности, просто потому, что ты находишься в условном времени, в условном пространстве, которое выделено из твоей повседневности, а радиотеатр входит внутрь повседневности. В этом отношении, конечно, я как практик всю свою жизнь связал вот с этим созданием так называемой второй реальности. То есть, все равно, я так или иначе имею дело с тем, что люди куда-то приходят. И при всем том, что, например, я сделал большое количество спектаклей в не театральном пространстве, и это моя большая любовь, но мы прекрасно понимаем, что какой бы ни был сайт-специфик, какой бы ни был иммерсивный театр, это все равно вторая реальность. То есть, даже если мы находимся в гостях в реальной квартире, но началось действие, все, время изменило свой ход. И мне кажется, что вот это достаточно существенная разница. и я бы говорил для начала не об аудиальном, визуальном, а вот о времени художественном, времени повседневном. Прекрасно, мне очень нравится. Это очень красиво, и я почему-то никогда не задумывалась, то есть я смотрела... Я сделал паузу, потому что буду рад диалогу, а не монологу. Да, с паузами это прямо прекрасно. Я немножко поделюсь, когда шла сюда записываться, я думала, боже мой, боже мой, вот Саня, когда работали на радио и писали, культ поход были в прямом эфире, а я все время себя ловила на том, что как только возникает какая-то минимальная пауза, мы стараемся быстро-быстро-быстро ее с тобой заполнить. Ну, конечно. Тишины быть не должно. Вот, это закон, да, такой? Это же эфир. Нет, это эфир, это время эфирное, которое уходит каждые минуты, когда мы молчим. Это отобранные у слушателей минуты, например, на то, чтобы выиграть приз, попытаться и еще что-то. Вот. Только поэтому, потому что это прямой эфир, и это вот прямой интерактив. А я-то прямо всегда хотела, то есть мне безумно нравилось, когда мы вдруг неожиданно замолкаем, когда у нас какое-то сомнение, когда у нас какая-то неловкость возникает. Но не в смысле вот эта мхатовская пауза, да, а, ну, это какое-то такое, блин, я не знаю, как это сказать, ну, живое, настоящее что-то. Мне всегда вот эти моменты казались более очаровательными, и... А сейчас я могу себе это позволить. Сейчас мы можем себе это позволить, и все, что хотим, потому что пока не прямой эфир, да. Ну, мы и не в эфире, и не интерактив. И мне кажется, формат у нас немножечко другой. Мне кажется, вот эта лаборатория культуры, она какая-то... как-то неизвестно сейчас появляется, и в какую сторону она пойдет, и какие практики у нас тут закрепятся. Прямо сейчас рождается. Да, да, да. Вот, Оксана, можно я вернусь к тому, о чем ты говорила, да, то есть, вот о той какой-то свободе, о ламповости, и... Не помню, как ты красиво сформулировала, но у меня как-то вот это ассоциативно сразу же связалось с тем рассуждением. Недавно слушала тоже, ну, как недавно, наверное, давно уже, полгода назад, обсуждение формата подкаста у коллег-философов, и они пришли к выводу, что... То есть, они говорили о подкастах, но, мне кажется, к радио это относится в еще большей степени, что прослушивание радио, слушание радио сейчас оно создает такую цифровую безопасность, то есть, в какой-то степени это цифровая невидимость, то есть, общаясь в мессенджерах, общаясь там в соцсетях, в каких-то глобальных, там, ВКонтакте, ты так или иначе подключаешься, ты как-то коммуницируешь, ты даешь обратную связь, ты все равно оставляешь какие-то свои комментарии, и это большая степень вовлеченности. А здесь, когда ты слушаешь там радио, например, или подкасты, ты, мало того, что слушая радио в машине, ты вообще не оставляешь цифрового следа, да, то есть, ты невидимым, в принципе, остаешься. И здесь такой момент, появляется момент подслушивания, то есть, ну, может быть, это немножко психоаналитически прозвучит, но есть какой-то момент такой, что тебя никто не видит, но ты можешь слышать все и можешь в разных режимах там вовлеченности ко всему этому относиться. Оксана, как ты думаешь? Периодически свои комментарии включать. Не на радио, а у себя в машине. Оксана, что думаешь по этому поводу? Ну, я бы сказала, что я и согласна, и не согласна. Согласна я в том, что действительно радио точно позволяет быть невидимым, потому что сложно посчитать, ну, вот просто технически, да, поймать человека за вот там, условно, цифровой след, особенно в ту цифровую эпоху, это просто фактически и технически невозможно, да, и если вы включаете радио в машине, то там, за исключением, условно, социологических опросов, фокус-групп и всего прочего, довольно сложно понять, слушали вы его или нет, да. С подкастами история близкая, хотя, на самом деле, конечно же, мы подкасты можем скачивать, и мы находимся на платформах, которые транслируют подкасты на протяжении какого-то времени, там-то цифровой след точно остается, и там-то можно посмотреть статистику по глубине дослушивания, по количеству прослушиваний, по лайкам и всему прочему, но, собственно говоря, примерно тоже на самом деле происходит, например, с сайтом радиостанций, которые не являются точным отражением количества слушателей, но все-таки являются отражением какого-то объема аудитории, которые заходят на сайт, чтобы что-то посмотреть, послушать прямой эфир через браузерную версию и так далее. Но еще у меня есть такое ощущение, что ни подкасты, ни радио – это не про подслушивание, потому что это санкционированные аудиопотоки, которые сделаны для того, чтобы люди к ним подключались. То есть это не замочная скважина, которая там как-то спрятана и которую нужно разыскать, а это, в общем, вполне легитимные такие штуки, которым приглашают. А вот, например, всякие аудиосоцсети типа Клабхауса, который в свое время был супер истерическим популярным, это похожая вещь на подслушанное, потому что там бесконечное количество комнат, вы в них можете присоединиться, и вас не то чтобы там обязательно ожидают, ну вот вас как вас, они открыты, туда можно приходить, но вы можете туда прийти, постоять в уголочке, послушать, что там говорят, и уйти. И ни разу не выступить, и даже, ну, если вы абсолютно тихо и недолго провели время, то вас даже могут и не заметить по-хорошему, особенно если это какие-то большие комнаты, где там сотни человек. И так можно фланировать, значит, по этим комнатам и получать себе какую-то информацию о том, что там говорят. Очень часто люди в подобных сервисах делятся чем-то, ну, не то чтобы совсем инсайдерским, но как бы чувствуют себя раскрепощеннее, потому что считают, что это что-то такое новое, и там можно себя чувствовать свободнее. Ну, вот здесь есть, да, этот компонент какой-то игры с санкционированной, не санкционированной информацией, но в целом, я бы вообще сказала, что современное развитие технологий и их оцифровка не предполагает какой-то защиты от посчитываемости. Да, это такой капитализм или не капитализм, другой режим, но наблюдение. И любая технология, будь она сто раз ламповый, если она прошла какую-то цифровку, она все равно предполагает для маркетинговых целей и для самых разных целей посчитываемость нас всех. Поэтому никто не уйдет не посчитанным и не замеченным. Тоже нужно как-то иметь в виду. Но я не думаю, что это надо бояться, кстати говоря. Это просто, ну, как бы наша реальность, в которой вот эти количественные данные для самых разных причин нужны и полностью спрятаться в момент, когда ты потребляешь информацию, то есть в момент, когда ты оказываешься объектом каких-то медиумов и когда ты приоткрываешь свою раковинку для того, чтобы пустить какие-то потоки, ну, вот очень сложно. Хорошо. Я, наверное, Аня, вот Аня и Бориса сразу хочу спросить, точнее, не спросить, а вот когда Борис ты говорил про Марченко, когда ты рассказывал про вот это вот жесткое развлечение, мне безумно понравилось, да, это правда про попадание в повседневность и про то, как приходит в быт к тебе домой театр. Но с другой стороны, мне почему, я-то не ученый, который вот чаще всего любит развлечение какое-то, да, я вот этот ужасный междисциплинарщик, которому, наверное, наоборот нравится соединять все и искать какие-то общие точки. Мне кажется, что, ну, то есть, если вспомнить элементарную формулу театра Эрика Бентли, у него, ну, он тоже, конечно, упрощает, он говорит, что театр, самая короткая формула, это когда А изображает Б на глазах у С. Мне кажется, что в последнее время, Борис, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но мне кажется, что вот это изображает Б, театр всячески оспаривает, и вот это Б, оно по большому счету редуцировалось, то есть, я не знаю, все какие-то современные, может быть, эксперименты вот с этим изображением, с игрой, театр, в котором не играют, да, то есть пытаются этот момент оспорить. И по большому счету, при том, что вот это Б редуцируется, остается А и С, то есть остается тот, кто условно посылает какое-то сообщение, и зритель С, тот, кто, собственно, воспринимает, да, то есть по большому счету, мне кажется, это очень похоже на, в общем-то, теорию коммуникации, есть актор, который, собственно, что-то, что-то хочет сказать, показать, что-то передать, да, и есть тот, кто воспринимает, потому что, да, в театре есть, конечно, там попытки бороться и с А, и с С, и есть спектакли совсем без зрителей, тот же Сева Лисовский говорил, что мой лучший спектакль был, это когда не пришел ни один зритель на него, вот, и с этой точки зрения, мне кажется, что театр, что радио, по большому счету, это какая-то вот такая речь все-таки идет о коммуникации, вот, и, а что я хотела спросить, я пока рассказывала, я уже забыла, нет, мне хотелось, наверное, вот перейти, опять же, к тому, насколько разные все-таки эти коммуникации, опять же, поговорить про то, вот, когда мы, Аня, с тобой общаемся, да, мы условно представляем какого-то на радио, условно, какого-то зрителя, слушателя, то есть все равно мы разговариваем друг с другом, но как будто бы мы в своем воображении, да, кого-то, кто в зрительном зале, условно, да, слушает нас, слышит, есть, но мне всегда довольно сложно было это сделать, потому что я в диалоге очень сильно вовлекаюсь в того человека, с кем общаюсь сейчас, вот, а в театре, Борис, вот в театре без зрителя, вот, опять же, да, возможно ли вообще без зрителя, есть ли вообще этот внутренний слушатель, вот это внутреннее представление, обязательность вот этого зрителя, и если это спектакль без какой-то визуальной, ну, без тела, без визуальной составляющей, только вот, только звук, то, как это? Опять задала что-то, что-то длинное и сложное, ну, как-нибудь, пожалуйста, ответь. Ну, я бы так сказал, что мне не кажется, что формула Эрика Бентли укоротилась, отмирает, мне просто кажется, мне кажется просто, что это так же, как, например, ну, вот, понятно, что сейчас смешно говорить о системе амплуа, и, конечно же, там, распределяя роли в театре, никто там не записывает, там, при приеме на работу, что вот это у нас инженютра вести, а вот это у нас резонер. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас эта история не, ну, как сказать, не существует формально, но на самом деле мы же не можем не учитывать психофизику артиста, то есть, другое дело, что это может существовать парадоксально, это может существовать то, что называется на сопротивлении, это может существовать как вот ready-made, да, как вот, как раз как Сева Лисовский, который там приглашает каких-нибудь, там, ну, не знаю, там, реальных господарбайтеров из Средней Азии или бездомных, там, участвует в своем проекте, это тоже распределение ролей с учетом, как бы, реального социального статуса, реальной психофизики, то есть, все равно реальность вот такой данности актера, ну, актора, если это не профессиональный актер, оно все равно работает, и по большому счету это все равно такое вот сегодняшнее воплощение, принципа амплуа, что актер, как некоторая антропологическая заданность, является составляющей роли, только в классическом театре это формализовано, ну, и должно быть учитано заданным образом, да, а в авторском театре это может существовать каким-то гораздо более, ну, таким разомкнутым образом, когда это интерпретируется свободно, но уйти от того, что у нас артист задан, мы никуда не можем, то же самое и ролевая структура, то есть, безусловно, есть огромное количество спектаклей, которые не используют вот эту фигуру персонажа, да, есть свидетельские спектакли, где люди играют сами себя, есть спектакли с документальным текстом, где вообще отсутствует, может быть, персонажная структура, отчитаются какие-нибудь протоколы, может быть, вообще абсолютно абстрактный спектакль, там, не знаю, там постановки Пин и Бауш, там какой-нибудь, да, где вообще присутствуют чистые сущности, причем, может быть, одна сущность вообще на всех, но вот эта вот история о том, что я, выходя на сцену и оказываясь под воздействием взгляда, направленного на меня, это уже не я, а я плюс один, или там я штрих, от этого мы не денемся никогда, собственно, для этого нам и нужен театр, потому что вот этот вот квантовый закон, да, что наблюдатель меняет наблюдаемый объект, он в театре становится системообразующим, я понимаю, что оказавшись под пристальным наблюдением, я изменяюсь, и это изменение является вообще целью театра, как мне кажется, то есть мы для того и создаем вот эту вот ситуацию смотрения, потому что нам нужен этот андроидный коллайдер театра, потому что разгоняя частицы, мы что-то про них понимаем, и поэтому вот это вот А играет Б, это Б, это не обязательно вот такой там написанный в пьесе, там, с Гонорель, там, или Анна Каренина, вот это вот Б, это тот другой я, который оказываюсь внутри театральной системы. Аня, скажи, пожалуйста, давай вопрос. Мы когда в эфире, в эфире, есть у тебя Б, есть у тебя вот этот я и штрих? Да, разумеется, роль есть, но я думаю, что это неосознанная совершенно история, то есть я специально себя, как, ну, некого эфирного персонажа не создавала. С другой стороны, наша радиостанция, не первая радиостанция, на которой я работаю, и когда-то очень давно я работала на Радио Марье, а на Радио Марье была такая история, очень давняя, там все почему-то, практически все работали под псевдонимами. Вот, и там у меня было эфирное имя. Аватары у вас были. Да, у нас были эфирные имена, вот, и мне кажется, что там, возможно, я как-то по-другому себя осознавала, но на самом деле даже в новостях, то есть у тех сотрудников радиостанции, которые минимально могут самовыражаться, потому что новости обычно все-таки по правилам должны так отстраненно немножко читаться. Даже у них, ну, какие-то там толковые такие главные редакторы радиостанции просят создавать некий образ. И это образ не для человека, а для слушателя. Ну, вот, в частности, например, какие-то, я знаю, специфические радиостанции, я на одну из них ходила, пробовалась записываться даже, вот, они там просят, например, почувствовать себя там человеком, извините, в погонах. Ну, понятно, какая радиостанция, да, была такая федеральная станция. Вот, не в том смысле, что ты там злой какой-то или суровый, а в том смысле, что ты, ну, должен голосом своим излучать спокойствие. Все хорошо, все хорошо, да, ситуация проблемная, но все под контролем, из вашего голоса это должно быть слышно, как мне говорили. Ничего себе. Вот, ну, вот в таком смысле, да, может быть. А вообще, в целом, мне кажется, что если мы говорим о местной, например, радиостанции с локальным программированием, либо о местной редакции, я бы не стала сильно мудрить, честно, я бы все-таки, ну, вот, постаралась быть больше настоящим человеком, чем каким-то образом. Это если про ведущего. Ну, вы знаете, Аня, мне кажется, что когда вы говорите, что вы сознательно ничего там не программируете, это же не значит, что это не происходит. Бессознательно. Потому что мне кажется, что это даже не вопрос бессознательности, это вопрос вот тех вот правил, которые работают вне зависимости от того, формулируем мы для себя их или нет. Это как человек, который приходит в какой-нибудь, паспортный стол, и у него меняется поведение, потому что здесь все чуть-чуть вот так вот бежали голову в плечи. Что вот эта вот игровая структура, она диктует свои правила безотносительно того, умеете вы их считывать или нет, умеете вы играть по ним или нет. Вот эта вот ситуация, ну, как бы, это в жизни все так устроено. Мы попадаем на какие-то рельсы, которые там находятся под водой, мы их не видим, но, как бы, колеса на них сразу становятся. И специфическая ситуация публичного выступления, это тоже такой достаточно, мне кажется, определенный архетип, что как только я понимаю, что сейчас, вот, мы с вами не просто вчетвером разговариваем, но у этого есть еще и вынесенный за пределы нашего квартета зритель, слушатель, это уже входит вот этим вот штрихом в мою природу. Вне зависимости от того, осознаю я это или нет. Если, конечно, это не там положенный тайком на кухне диктофон, ну, как бы, когда это происходит действительно невольно. Но если я знаю о ситуации того, что меня, как бы, слушают, пишут и слушают. Пишут, слушают, да, там это отложенное восприятие, либо там прямое, это тоже, кстати, разная психофизика. Но персонаж возникает, то есть мы уже не можем подделаться от того, что это уже не я, как я бы был вне этого слушания публичного. Отлично. Вот они, кстати, интересна. Я соглашусь, наверное, да, потому что, ну, вот я сейчас аналогию Бориса вспомнила, там, с паспортным столом, да, я понимаю, что действительно, наверное, это работает. Это все равно немножко в образе. Сейчас интерфейс. Но тут получается, на самом деле, такая штука, что есть вот некоторое фреймирование ситуации, то есть есть некоторый сеттинг, в который мы попадаем, и он определяет, ну, такие неявные, очень часто иногда явные требования к нам, и мы начинаем соответствовать. Мне было бы здесь ужасно, любопытно подумать, мне кажется, такие исследования не проводились. Как выглядит обязательность фрейминга и соответствие, соответственно, ну, человека определенным вот этим, каким-то принципом публичного говорения, если мы попытаемся это публичное говорение как-то разложить на спектр. Ну, вот есть, например, прямой эфир на радио, где все, ну, ужасно важно, не обязательно строго, но прям вот четко должно быть, да, потому что это прямой эфир. Есть, например, радийные передачи, которые даются в записи, сеттинг может быть тот же самый, студия та же самая, но уже другие требования. Есть подкасты, которые редко очень даются в прямом эфире или там записываются прямо вот, например, со зрителями, со слушателями. Чаще всего это запись, то есть там монтаж, довольно безопасно все. Есть вот эти аудиосоциальные сети, где тоже все публично, но это все-таки соцсеть, и там уже начинает работать эффект растормаживания в сети, и ты как-то, ну, спокойнее относишься к тому, что это не какая-то артеостанция, большой медиум, институция или практическая команда, которая делает подкасты. Да, что-то такое более горизонтальное. Но есть еще же прекрасные голосовые сообщения. Я не знаю, ловили себя вы на этом или нет, но у меня бывает, что я по нескольку раз переписываю голосовое сообщение, потому что оно не получается. И казалось бы, но ты же вот не в прямом эфире, и вообще ты пишешь сообщение сестре, если ты там будешь мэкать, бэкать, не знаю, там еще что-нибудь случится, ничего не произойдет. Нет. Ты начинаешь записывать и перезаписывать, чтобы было четенько, чтобы было последовательно, чтобы никаких лишних шумов, чтобы не очень долго. И вот здесь любопытно посмотреть, насколько это, ну, так, дань уважения или давления вот этого фрейма, этих рамок производства аудиоинформации, и насколько мы осознанно или неосознанно это воспроизводим, и всех ли это условно касается, касается людей с радийным опытом в большей степени или в меньшей, с вообще идеальным опытом рабочим в большей или в меньшей степени. У нас сформировался запрос к фрейм-аналитикам на новое исследование тем временем. Да, мне кажется, это все-таки во многом бессознательное, потому что вот даже, Аня, когда мы с тобой работали, когда мы с тобой общались, да, вот те правила, которые ты мне говоришь, я не думаю, что где-то когда-то они были усвоены, проговорены, они у тебя, ну, зачастую, и у меня, на самом деле, на каком-то таком абсолютно бессознательном уровне, может быть, в силу того, что сформировались они очень давно. Вот когда ты говорила про аскетичность, скажем, речи у новостников, я вот с удивлением тоже помню, обнаружила вот эту рекомендацию в книжке, где описывается как раз, вот книжечку я вам покажу, Александр Шерель, аудиокультура 20 века. Возрастное ограничение этой книги, надо будет сказать. 16 плюс, привет Роскомнадзорам, да, и как раз там идет описание о 20-х годах прошлого века, сто лет назад, когда она формировалась. Именно в тот период появилась теория дикторского единообразия, требующая от чтеца максимальной интенсионной скупости. Всякое выражение чтецом личного отношения к содержанию радиосообщения посредством эмоциональной окраски и голосового грима объявлялось грубым нарушением профессиональной этики. В директивном письме одного из редакторов радиогазеты Роста первому руководителю дикторской группы Радио Гурину содержится категорическое требование о снятии женских голосов с передачи. Эти голоса не подходили для чтения газетного материала, не гармонируют с голосами чтецов и содержанием газеты. Исключением может появиться только чтеца, у которой голос похож на мужской. Ужас, конечно, волосы дыбом встают от этих всех гендерных всяких дискриминаций. Но здесь не в гендере дело, мне кажется. Тут просто были какие-то исследования, насколько я помню, проведенные в свое время то ли психологами, то ли еще какими-то специалистами. И говорилось о том, что информация, которая подается низким голосом, мужским голосом, она вызывает больше доверия. Я не знаю, почему. Мне кажется, это из серии английские ученые доказали, да? Нет, там были какие-то прям вот люди с именами. Оксана не слышала? Не британские ученые, нет. Нет, ну это может быть следствием просто того, что статистически есть большая привычка к прослушиванию информации по серьезным поводам, поданной мужскими голосами, потому что... И тогда это немножко про гендерные стереотипы, потому что допуск к озвучиванию какой-то важной информации исторически по разным причинам имели скорее мужчины, чем женщины. И тогда мы получаем информацию, получаем ситуацию, когда просто люди привыкли, что серьезную информацию озвучивают мужскими голосами. Это не значит, что только мужчины принимают серьезные решения. Это вообще не про это, а просто про привычку наслушанности. Ну, кстати говоря, это довольно часто можно услышать на современном радио, когда если есть какая-нибудь интересная программа про кулинарию, то скорее очень часто это будет женский голос. Хотя у нас есть огромное количество шеф-поваров, мужчин, там мишленовские звезды, есть куча мужчин, и вообще это очень часто на топовых позициях это мужская профессия. Но если вы хотите поговорить про кулинарную географию или про смешные факты про еду, это будет женщина, это тоже такая стихия. Я, кстати, хотел сказать, что все мое детство и юность связаны с голосом Ильи Лазерсона, повара, который вел на Ленинградском радио кулинарную программу, и это, наверное, вот я помню его имя, это из той серии людей, которые стали для меня символом радио, при всем том, что я абсолютно равнодушен к кулинарной теме, но вот эта история про то, что как бы вот этот собеседник с какой-то такой действительно очень вызывающей доверие такой вот необязательной развязностью какой-то, развязностью не в смысле хамства, а в смысле вот такой вот необязательности того, о чем он говорит, был тем, кто меня страшно к себе располагал. И вот эта вот история про то, что мне, в общем, было даже не так важно, о чем он говорит. К вопросу о теплом ламповом это была история просто какого-то хорошего парня, который мог рассказывать о каких угодно отвертках или сосисках, но как будто бы тебе просто нравится ход его мысли, нравится его интонационный ход. Это действительно такое киностатическое удовольствие. Пауза. Нет, я думала, Оксана продолжит свои мысли. Оксана, прошу прощения, что я это просто триггернула генерная тема и радио. Нет, мне кажется, что это очень хорошая была вставка, потому что она показывает, что из любого правила есть исключения, и из любой стереотипизации, в том числе гендерные, есть исключения на самом деле. Но это, знаете, это как история про то, что, например, не знаю, вот в метрополитене или в каких-то других видах транспорта существуют разные способы озвучивания маршрутов. Если маршрут идёт куда-нибудь в центр, он будет озвучен там одним голосом, если маршрут из центра другим. А я слышала про это, да, по-моему, вот в обратную сторону из центра, по-моему, женскими голосами озвучивается название станции, а на работу, соответственно, мужчины, да. Ого. Я никогда не обращала на это внимание, я пять лет жила и не обращала на это внимание, услышала и узнала об этом уже после. Ничего себе. Да. То есть жена зовёт домой, вот, ну, вот какой-то такой. Ну, женский голос, да, это голос, возвращающий тебя домой, а мужской голос, это голос, ну, как бы, вот социальных обязательств внешнего мира. Бедные мужчины. Ладно, слушайте, мне понравилось читать. Можно я ещё немножко почитаю? Можно? Я обещала, что буду шуршать страничками. У Гульнара тут толстая такая книга вообще. У меня книжечка, но я люблю читать. Мне кажется, звук... А слышно будет, если я вот так вот поперелистываю? Слышно немножко, да. Слышно-слышно. Мне кажется, один... Ну вот, пока я тут перелистывала свою закладку... Потеряла. И потеряла, да. А что я вам хотела прочитать? А, нет, вот, нашлось. Мне кажется, что мне как раз хотелось вот эту новую рубрику и какие-то форматы наших программ сделать во многом с чтением, то есть с разными видами. Вот как Борис прочитал, да, то есть какая-то театральная форма, просто, ну, условно, дикторский. Или вот моё чтение абсолютно непрофессиональное, просто мне очень нравится, скажем, какой-то отрывок, мне хочется почитать. Это, конечно, Борис, немножечко такой привет к тебе десятилетней давности, когда мы просто собирались и, как называлось у тебя, открытые чтения, да, и просто читали какие-то книги, то есть сначала читали актёры, читали вы, а потом книга переходила ко всем, ко всем участникам, и можно было через текст вот таким образом выстраивать какую-то такую подпольную коммуникацию. помнишь, это время прекрасное. Бориса, выключено. Выключен микрофон. Вот, я сейчас прочитаю тоже маленький отрывок, который мне ужасно понравился, и спрошу Бориса про как раз вот эту вот техническую особенность, может быть. Здесь есть воспоминания о том, как Мирхольд, он сначала очень не хотел заниматься радиотеатром, и его долгое время приглашали, и он всячески отказывался. И одна из первых такая у него пробная попытка была адаптировать даму с камелиями для радиопостановки. Он вырезал оттуда огромное количество сцен, потому что, ну, известно, что Мирхольд, он мастер жеста, пространства, а не, скажем, ну, не то чтобы не мастер всего звукового и речевого, но для него важно как раз очень было все, что связано со сценой, с телом. И здесь он оставил всего три сцены из всего спектакля, которые, ну, по его мнению, могли бы быть, ну, скажем, приравнены или достойными того, что было на сцене. И вот, скажем, почему он оставил одну из сцен, вот Юзовский пишет, такие вот воспоминания были об одной сцене, что Зинаида Райх хорошо умно играющая говорит в полголоса, иногда голос падает до шепота, она словно бы боится выпустить его далеко, чтобы он не передал пышной страсти Дюма. Она держит голос у груди для того, чтобы питать его тонкими, интимными, трогательными интонациями, чтобы в него поверили. Мерхольд допускает этим хатовские переживания, он идет на то, чтобы актриса даже не была слышна, и зритель замечал лишь мимику движения, слышал хотя бы сам по себе вибрирующий звук, так сказать, трепет души. Режиссер стремится уверить зрителя в исцелительной страданий Маргарет, потому что в патетической страсти Дюма зритель поверить не захочет. И вот этот как раз момент они адаптируют и переносят радиотеатр. Когда Мерхольд убедился, что интонация наработанная для сцены не требует никаких принципиальных перемен спектаклю и микрофона, он начал поиск звуковых мизансцен, адекватных по настроению и темпоритму мизансценам театральным. Объяснение с отцом Армана. Господин Дюваль старший произносит монолог, обличающий молодую женщину тоном прокурора. На сцене Зинаида Райх сидела спиной к зрителям, выслушивая Мичурина. Когда она уже начинает ему отвечать, актеры менялись местами. Теперь Жорж Дюваль оказывался как бы на скамье подсудимых. В радиостудии режиссер делает следующее. Актер встает на некотором расстоянии от микрофона, свисающего с потолка, и у слушателей возникает ощущение, что Жорж Дюваль обвиняет Маргарет не тет-а-тет, а словно бы в огромном зале в присутствии безмолвной толпы свидетелей. Актриса же говорила о своей реплике примерно прямо в микрофон, передавая аудитории у преемников тот самый трепет души, который так приметливо оценил критик. Мне просто ужасно нравятся вот эти вот все моменты перевода с помощью или благодаря техническим каким-то средствам, то есть благодаря вот этим каким-то изменившимся обстоятельствам, как можно действительно сделать что-то, что было рассчитано на какую-то на визуальность, на телесность, в театре, как можно все это перевести через какие-то находки, догадки в абсолютно такую звуковую среду. Вот. Я не знаю, Боря, делала ли ты такое и есть ли какой-то такой опыт, но ты сказал, что спектакль «Алло» это, как ты сказал, это не онлайн-спектакль, да, что ты делала его именно как живой спектакль, хотя там было общение исключительно аудиальное, да, то есть по телефону. Значит, мне кажется, что у меня вообще достаточно такие отношения со знаковой системой достаточно произвольные. Я никогда не абсолютизировал ценность своего, скажем так, послания. Мне всегда казалось ценным в театре не то, что вот выходит какой-то человек, у него есть какой-то месседж, и сейчас он будет некой знаковой системой его транслировать на аудиторию. Ну, что у меня такого есть сказать, что вы, дорогие друзья, не знаете, что я вам такого могу сообщить? Мне кажется, что театр ценен не трибуной, о которой мечтал, не кафедрой, о которой мечтал Гоголь, а театр ценен ситуацией вот этого самого специфического медиума, вот если в том русле, который Оксана задала, что это очень специфический медиум, когда мы действительно коллективно формулируем какое-то переживание, коллективно формируем какое-то переживание, и именно этим театр отличается от литературы, от живописи, от музыки, где все равно есть некоторая распределенность во времени, что есть ход за автором, дальше ход за аудиторией, пускай даже они работают совместно, но все равно это как шахматная партия, ход автора, ход читателя. В театре тогда происходит нечто, когда возникает событие, вот событие в том самом смысле, как его понимает философ, как бы как некоторый сдвиг реальности, и это событие, вот эта гераклитова молния, она никогда не может быть по очереди вначале у одних, потом у других, событие всегда единомоментно захватывает артиста и зрителя, то есть это что-то вспыхивающее, в этом смысле нет такого, что вот есть какие-то знаки, теперь давайте-ка переложим их на звуки, вот у нас есть ситуация карантина, когда мы все заперты дома, это был самый жесткий карантин, когда нельзя было вообще из квартиры выходить без серьезного повода, и вот в этой ситуации депривации встречи, мы делаем спектакль по телефону, где аудиальность является, как бы сказать, той единственной реальностью, когда мы можем организовать живую встречу, не через зум, который все равно опосредован, а через вот такое воспоминание о телефонном разговоре, и я формулируя поэтику спектакля Алло, говорил, что я опираюсь на свой опыт коммунальной квартиры, где у нас в коридоре стоял телефон, и там я ухаживая там за девушкой, там в течение часа говорил с ней по телефону, и время от времени распахивалась дверь соседки, она орала, сколько можно бугнить у нее под дверью, и я как бы вот, и вот это вот разговор по телефону, он был не про аудиальность, он был про, ну как бы единственная возможность сейчас свидание с девушкой, то есть, как бы мы с радостью погуляли, но там по каким-то причинам это невозможно, и я вас уверяю, всегда, когда была возможность погулять, мы гуляли, но когда такого возможности не было, мы говорили по телефону, то есть, это была такая форма свидания, безусловно, она, конечно же, это было очень специфическое свидание с участием соседки и так далее, свидание, но это была не сублимация, это и было вот такое свидание, мы разговаривали по телефону, то есть, мы встречались в этот момент, и надо сказать, что вот этот вот очень такой вот чувственный опыт, именно он и лег в основу поэтики спектакля, что в Зуме у меня было какое-то огромное количество совещаний, встреч, лекций, всего такое, но оно еще больше загоняло меня в ощущение квартирного заточения, как только я говорил по телефону, как будто бы этот режим заточения размыкался, и мы как бы снова возникали на свидании, но тут как бы секс по телефону и все что угодно, такая цепочка через запятую продолжается, и мне кажется, что в данном случае речь шла не о том, чтобы перевести какие-то ощущения в другие ощущения, а воспользоваться вот этим опытом того, вот, слышно меня? С перерывами, я сейчас поняла, что вот то, с чего мы начали, то, с чего мы начали, с радиотеатра, и вот это вот радио, прогресс, вообще там машина, вот этим похоже, что мы сейчас будем финалить программу, потому что я вижу изображение Бориса, оно такое, как раз вот сейчас распалось на маленькие пиксели, и периодически еще звук пропадает. Ну, я все слышала и все поняла. Нет, 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 смысловой ничего не потерялось, но само вот визуальное обрамление, выступление, оно просто нас вот отсылает к этому, да, что там какая-то таинственная сила, радио это таинственная сила, технология сама создает нам какой-то спектакль, какой-то театр. Борис, я все слышала, да, я думаю, все мы услышали все, что ты сказал. Я тогда... Ну, и еще один момент, который я хотел забросить про звук, про звук, что мне кажется, что звук, это как раз история про то, вот я говорил о событии, которые захватывают всех единомоментно, и мне кажется, что звук, это идеальная среда для вот этого единомоментного захвата. Ну, это то переживание, которое у нас возникает на концерте, когда мы понимаем, что вот сейчас вот эти 200 тысяч человек на стадионе, мы все находимся внутри одного припева депешмот. Ну, как бы мы в этой... То есть именно этот опыт переживания вот единомоментности, такой вполне шаманический, именно он ведет людей на рок-концерт, потому что ты стоишь там где-то в толпе, тебе ни пса не видно, там где-то вдалеке звук, ну, как бы, понятно, слов не разобрать в грохоте вот этой вот всей мясорубки, но ты здесь не для того, чтобы слова разбирать, ты здесь для того, чтобы переживать вот эту единомоментность с несколькими тысячами человек, и вот это вот ощущение коллективного переживания, ну, вот лично для меня, является чем-то грандиозным, и оно, конечно же, осуществляется именно посредством вот этих вот звуковых волн, которые нас там подчиняют одному ритму и так далее. И, скажем, в драматическом театре, вот тут несколько раз говорили про махатовские паузы, ну, не случайно, книжка Юрского называется «Кто держит паузу?» Конечно же, вот это переживание тишины, ну, сильнейшее переживание, которое, я думаю, всем знакомо, да, когда мы накапливаем какое-то содержательное поле, и возникает тишина, и мы понимаем, что сейчас эту тишину слышат и проживают все здесь присутствующие, и артисты, и зрители. И мне кажется, что вот это вот именно, ну, как бы, звук, как вот это, как вода, как вот эта вот, как вот эта среда органическая, в которой мы все находимся, и вплоть до буквальной вибрации, потому что, когда рядом с тобой поет человек, тебя, конечно, физически эта вибрация захватывает, там, так же, как, там, Дмитрий Покровский говорил, да, что у фольклора дистанция 10 метров, ну, нельзя находиться дальше от певца, чем, ну, потому что, ну, тебя не захватывает, иначе физически это пение. Вот, поэтому мне кажется, что звук, это действительно вот та среда, которая формирует единомоментность события для всех в этой аудитории, как, когда поется, фольклорная песня, неважно же, кто поет, а кто подпевает, как бы, все находятся внутри песни. Отлично, спасибо огромное, я предлагаю на этом закончить, отпустить Бориса ставить оперу, я думаю, ты бежишь на репетицию сейчас, скорее всего, удачи тебе. Да, простите, дорогие коллеги, спасибо, ужасно интересно, спасибо за приглашение. Спасибо, Борис, очень рады были вас видеть. Спасибо большое, я со всеми прощаю, всех благодарю, и вот то, что ты сейчас говорил, мне кажется, очень важно, да, у меня тоже ощущение, что у меня нет вот сейчас на программе какого-то важного сообщения, какой-то важной информации, которую я могу рассказать, которую я могу поделиться, но это прекрасный, по-моему, повод встретиться, устроить свидание с Оксаной, с Борисом, Аня, с тобой, всех познакомить и пообщаться, я безумно люблю знакомить тех людей, с которыми отношусь с уважением и с нежностью, вот, я рада, что вы теперь знакомы, друзья, общайтесь и что-нибудь придумывайте вместе, всех обнимаю, всех целую, вот, простите за всякие технические и всякие дурацкие неполадки, а это прямой эфир, ну почти, нет, 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 к счастью, нет, а, и прощаюсь, спасибо большое, давайте еще как-нибудь соберемся, пожалуйста, спасибо, спасибо, спасибо большое нашим гостям, спасибо, спасибо, спасибо,